Уже есть заключение Венецианские комиссии, а это очень авторитетная международная организация, о том, что действующий парламент не имеет моральное, политическое и юридическое право инициировать конституционные законопроекты или созывать конституционные совещания. То есть сегодняшнее конституционное совещание подсаднение. И за одну неделю Садар Джапаров третий раз покушается на конституции. Первый раз, когда депутаты отказались, двое депутатов, и вчера мы убедились, что он был именно соавтором данной конституции. К сожалению, Садар Джапаров под конституционную реформу понимает только вопрос у Грунтая. Второй раз, то, что сегодня делалось, это созыв неконституционного совещания. И третий раз, он озвучил третью идею. Говорят, есть законопроект Зулушева о том, что поставить на референдум, выбрать путь парламентское и президентское правление. Во-первых, Зулушев уже не депутат. Во-вторых, законопроект не проходил парламентскую службу. Если сегодня они предложат, это может по конституционному сроку пройти только апрель месяца. Третий раз идет на покушение конституции. Согласно действующей конституции, кто должен стоять на страже конституции? Президент или исполняющий обязанности президента? Парламент и Конституционная палата. Сегодня, наоборот, ни политики, ни лидеры оппозиции, ни журналисты, исполняющие обязанности нарушают конституцию. Парламент нарушает конституцию. Это доказательство заключения Венецианских комиссий. Что касается Грунтая, только в деталях два вопроса. Он сказал, что в будущем Грунтая будет около трех тысяч делегатов. Кыргызстанин даже такого зала нет. И он сказал, что каждый год будет меняться. То есть пять лет пять депутатов из каждого села. Значит, за пять лет будет 15 тысяч депутатов республиканского значения. Сегодня народ нас объединяет, что мы 120 много. И представьте, вот здесь действующие депутаты, бывшие депутаты. Когда 120 депутатов принимаем отчет правительства, уходит три дня на 120 депутатов. Потому что дается две минуты на вопрос-ответы. Представьте, если теперь три тысячи депутатов Народного Грунтая будут принимать отчет правительства, только на это уйдет два месяца. Потом отчет правительства парламента один месяц. Верховного суда один месяц и генерального прокурора. Правовый хаос, правовый беспредел. Такое не может быть в цивилизованном обществе. Что касается поучеречного выступления, у крыгызов есть пословица. Это говорил наш прадед, это я прадед Кадраке. Я в конце буду завершать на кыргызском языке. И за это время он успел опозорить народ Кыргызстана. Первый его администрация президента заключает контракт о продвижении внешнеполитических интересов Кыргызстана за рубежом какой-то сомнительной израильской фирмы. Я являюсь автором конституционного закона об уполномоченных органах в сфере внешней политики в Кыргызской республике. Согласно этого закона, только МИД является уполномоченным органом. Теперь своими необдуманными поступками Садыр Джапаров унизил кыргызский дипломатик. Эта мировая практика считается позором. Теперь эта скандальная кампания будет работать ООН, Европейским Союзом, ОБС, ШОС, Евразийск и такого президента Кутово воспринимать серьезно. Второй очень важный момент. Если, не дай бог, он станет президентом, за всю столетнюю историю Кыргызстан может иметь самого безграмотного политика президента. Докажу. Начнем с военных времен. Розаков учился в Москве, лет 10 работал там и начинал с простого сотрудника Госплана Узбекистана. Начальником отдела, представителем Госплана, заместителем премьер-министра, потом третьим лицом, потом переезжает в Кыргызстан, премьер-министром, потом становится президентом. Он прошел этот путь к московскому образованию. Усубалиев учился в Москве, лет 10 работал Кремля рядом с Сталиным. Аппарат Кремля работал. Масалиев учился в Москве, начал работать от рядового шахтера, райком, горком, горком города Бишкек, Кыргызстан, Кремль, потом первым сектором стал. После Масалиева Акаев, но это питерским образованием слов нет. Бакиев учился в России от рядового инженера, Аким, губернатор, премьер-министр. Но Атумбаева учился в МГУ, профессор, представитель Советского Союза, ЮНЕСКО, министр, вести премьер-президент. Атумбаев учился в Москве, министр, премьер-министр, президент. Сорумбаев Шарипович имел высшее образование Силхозакадемии, работал директором совкоза, депутат двух созывов, представитель комитета, министр сельского хозяйства, губернатор, зам руководителя амбицизации президента, премьер-министр, президент. А наш последний товарищ даже физкультурный институт заканчивал заочно. Наш народ достоин более прогрессивного политика. Мы этого не допустим. Сегодня 21 век. Вот посмотрите, выпускница Гарвардского университета в Молдове. Я завидую молдовским народам. Какие политики приходят, чтобы менять мир, менять страну. И в завершение я хочу обратиться к Ахсакалам Иссыкульской области. Всегда Иссыкуль поставлял мудрецов, Ахсакалов, академиков. По численности ученых, Иссыкульской области занимает первенность в республике. И первой родиной кыргызского парламентаризма является Иссыкуль. Телекматаке, Сартаке, Мойтаке, Карраке, Садраке, Хадраке. Почему я это говорю? Потому что я был инициатором и в то же время Садрак был депутатом. Но я добился установить памятники двум выдающимся дипломатам в Хадраке и Телекматаке в Таврическом дворце Питере. Поэтому Садракийский Ахсакал меня хорошо знает. Теперь в дальнейшем буду говорить на кыргызском языке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...